Здравствуйте, дорогие автолюбители! В общем, приехал к нам москвичок, ну, типа там, чисто перетереть клапана, потому что была не очень высокая компрессия, разброс по цилиндрам, ну и все такое. Значит, сняли головку, процесс разборки показывать уже не стал, потому что было это все не один даже раз. И что мы тут увидели? Значит, изначально тут очень сильно перепугались. Снимаем прокладку. Ну, снимаем, просто сняли прокладку. Потом смотрим вот сюда. Ну и видим тут, конечно, что-то такое интересное. Когда начали там колупать отверткой, сначала думали, что это блок пожрало, потом думали, что это кто-то тут, у кого-то что-то уже протекало, аргоном поварили, оно поотваливалось. Ну, короче, смотрите, это вот так называемый бутерброд, то есть прокладка между ними, проставка там из алюминия или нержавейки, кто как делает, чтобы понизить степень сжатия под 76-й бензин. И смотрите, тут, получается, был нехерметичный обжим, то стол сюда попадал. И как это все пожрало, вот смотрим, просто, просто какой кошмар. Вот тут сожрало, вот, пожалуйста, это же типа цельное. Давай, ясенек, он это приподнимем, попробуем доснять. Там перебухи. О, так вот. То есть, вот это вот, такая штамповка должна была, вот, так, снимаем. Раз. Ну вот, собственно, вот такое-то все имеет вид. Вот тут два кольца этих. Конечно, очень вовремя заехал, потому что, если бы это все еще поездило, уже бы тасол пошел в масло, ничего бы тут только не было. Какое тут, получается, лучше, значит, плохой обжим. Тасол гулял туда-сюда, потом еще охлаждайка была, наверное, не самая качественная. Столько всякой гадости сейчас будет влететь. Ну, в принципе, проблема в какой-то степени уже найдена, основная. Сейчас останется все это очистить хорошо, выйти эти насухо там, выйдут эти все куски. И вынимем распредвал обязательно с головки, и зальем все клапана бензином, посмотрим, как они себя чувствуют. Не знаю, правда, как они себя будут чувствовать. Скорее всего, там какие-то текут, потому что был именно разброс по компрессиям. Хотя, возможно, именно из этой прокладки оно так и было. Ну, сейчас все это вы увидите. Дальше тут особо снимать, снимочистить особо ничего интересного нет. Но вот попадала охлаждайка и выжала, получается, асбестовую прокладку, повыгнивали кольца. Но я такого еще ни разу не видел. Даже вот на ютубе у кого смотрел. Так он еще работал. А, кстати, он еще работал, да. И на второй до 80 двигатель крутился. Мы ему сказали, типа, проверь там, как пружины не подвисают. Нормально раскрутился, двигатель, все, неплохо, тяга есть. Ну вот, ждет много и работает, так себе, мне кажется, на холостых. Хотя, для такого, слушай, ага, вот это же получается, прибит кусок прокладки. О, ну вот. Вот так вот, бензинчик в камерах. Где есть что-то? Ну, я отсюда буду светить. Так, ну тут сухо. Так, оно может чуть-чуть сочиться. Так, там оно что? А это не побык лело? Ну, в принципе, в принципе, держит, конечно, да. Это выпуск, маловероятно, надо выпуск смотреть. Выпуск, да? Так, оно сейчас вверх ногами мы его... Нет, тут сейчас присветим. Давай развернем. Давай разворачивать. Вот агит еще. Или ты сам? Да он сильный, он сам. Давай, я вот так разверну. Давай. Не, ну смотри, как бы... Где там? Ну, каналы сухие, да? Там, если под клапаном где-то что-то и есть. Каналы в ровном матовом нагаре. Все сухо, как бы, без всяких... Клапана нормальные. Да, клапана... Ну, может быть, там, чисто на притирочку перетереть бы их и не мешало. Но, как бы, если компрессия была шестерка, то... Это не от этого. Скорее всего, это все... Ну, понятно, от чего. Все из-за прокладки. Так, ну что, пусть постоит минуток пять. Вот сейчас мы так... Заметим уровень, как бы, какой был. Это у нас первый, второй, третий, четвертый цилиндры. Пока клапана показывают себя герметично. Ну, пусть постоит чуть-чуть. Там будет видно. Возможно, обойдемся только заменой прокладки. Возможно. А ну тут... Так, как бы... Тут и ничего. Заловка уже отшлифована. Отфрезеровано. Снято 0,4 мм. Кстати, очень хорошее качество фрезеровки получилось. Вот эти вот кавернышки, где охлаждающая жидкость, на них там внимание сильно обращать не надо. Потому что, чтобы их уже затереть на фрезере, надо было реально много снимать. Главное, чтобы вот по месту прилегания прокладки вот эти кольца были просто в идеальном состоянии. Все очень хорошо, очень гладко, пальцем не чувствуется. Красиво сделали, молодцы. Теперь по клапанам. Получается, прирезали мы одно седло. Четвертое. Вот это вот. Под четвертый цилиндр выпуск. Все остальные пока просто перетираем. Подожди, сейчас. Да, все остальные... Все остальные пока просто перетираем. Почему? Потому что, ну, хочу обратить внимание, резали какой-то, ну, относительно неплохой фрезой, или как это называется, инструментом для пререзки седла. Но тут седла настолько жесткие, что нормально вывести вот эти углы, три фасочки, реально сложно. Оно как бы вот металл вот тянет, что ли, его как-то грызет. И все равно после такой пререзки получается, что надо очень долго и нудно пастой тереть и шуруповертом. Вручную уже такое вывести не получится. Надо или очень качественный инструмент, или, я даже не знаю, ну, очень жесткие седла. Тяжело режутся. Все остальные седла пока просто перетираем и планируем поменять два клапана. Это четвертый выпуск, который перерезали, и второй выпуск. Но на втором у нас седло, в принципе, фасочка широковатая, но она нормальная. Она вот, ну, без всяких там таких прогорелых элементов, то есть все гладко, все хорошо. Оно притрется. Просто опять-таки начнем резать таким инструментом, он как-то не очень хорошо берет, мне не нравится, лучше перетереть. Весь впуск остается родным, вот они клапана, вот на них уже фасочки. Я там начал тереть, то есть все, ну, чуть шире, конечно, чем положено там по мануалам, но уже я тут притер. Два клапана вообще на сухую держат, проливал бензинчиком. Сейчас вот мы четвертый при вас попробуем, что получилось. Может он, конечно, еще чуть-чуть будет потеть, но еще на одну притирочку, и думаю, точно выведем в идеал. Так, а ну, присвети. Заливаем бензинчик, он у меня уже такой чуть-чуть черненький, потому что по каналу... Оп! Смотрим, что мы там имеем. Ну, пока сухо. Пока сухо. Такой был проблемный клапан, долго терся. Все тек-тек-тек. Но я не вижу никаких запотеваний, ничего такого. Ну, все хорошо. Да, я считаю, это нормально. Сливаем бензин. Так. Второй только что насухо дотерли, и первый и третий чуточку потеют. Их там буквально на одну притирку, еще раз пасту наложить, перетереть, и будет вообще красота. По выпуску, значит, уже притерлись вот эти вот. Первый и новый клапан четвертый. Осталось перетереть, потом уже поставить. Значит, еще один интересный нюанс. В этот раз головку разобрали интересным образом. Как видите, коромысла, оси коромысел остались на месте. То есть, их не выбивали. Почему не выбивали? Начали выбивать. А оно все тут такое закоксованное, что реально не лезет. Колотили, колотили. Тут надо еще, кстати, осторожно, чтобы маслозаглушки не повыбивать. Вот они бронзовые внутри этой... Внутри оси коромысел, такая бронзовая маслозаглушка. Вот ее нежелательно выколотить. Повыбивали, ну и тут поступило предложение. Давайте, типа, будем нажимать вот таким вот образом на клапана, там монтировками, там как-то. Показывать это бессмысленно, потому что тут три человека вокруг этой головки бегали, и все что-то делали. Короче, смысл в том, что надо нажать на клапан засухаренный, на пружину, на, получается, тарелку клапана, и вдвоем нажимаем на пружины, а третий тянет распредвал. Короче, что самое сложное, это чтобы вышли, получается, шейки. Потому что кулачки... Вот, возьму валик. Потому что кулачки можно там проворачивать куда-то, чтобы они не упирались вот так вот в коромысло. Вот, можно проворачивать. А шейки довольно-таки, ну, большого диаметра, и по всей окружности, они же одинаковые. То есть, никуда не провернешь. Надо нажимать вот на два клапана одновременно, чтобы, получается, кулачки поднялись, и распредвал вытернуть. Ну, помучились, ну, из хорошего не пришлось вот это вот довольно-таки сложную операцию сделать с выколачиванием этих. А так, в принципе, вполне все живое. Здесь тоже все неплохо. То есть, вот это почистилось. Все вот, гильзы почистились. Но, конечно, двигатель... Владелец думал, что он прошел 20, что-то 7 тысяч, или что-то такое. Ну, думал, что машина где-то, может, стояла там. Никто на ней не ездил. Но, как мы уже тут проанализировали, тут пробег реальный, 127. И это минимум. Потому что выработка на гильзах, которая уже чувствуется пальцем вот так вот вблизи верхней мертвой точки, уже это признак, что это реально за сотку. Теперь еще такой момент. Ездила машина на непонятном каком-то-то соли, и вот тут вот в рубашке охлаждение, прямо же такой мул там снизу. Значит, с этим бороться особо всякими кислотами, типа лимонной там или эту сыворотку, мы заливать не будем. Почему? Потому что сейчас оно там лежит как мул, и никого особо не трогает. Мы пару раз просто зальем в эту машину воду, она поездит там раз на воде, сольем воду, второй раз на воде, и потом уже зальем тасол. Для чего? Чтобы вот эти крупные частицы, которые там нигде не залипли, не прилипли, они просто вымоются, грубо говоря, а вот это вот, что там лежит, очень сильно непонятно, что под ним. Там может уже быть прокорродированный блок, какие-то там дефекты, и если мы начнем заливать что-то туда агрессивно, это все начнет отъедаться, может произойти неприятная ситуация, что вода пойдет в картер масляный. Так что пока оно никого не трогает, его тоже трогать, я считаю, не надо. Это уже при капиталке, которая, кстати говоря, тут не за горами, потому что выработка чувствуется. К тому же конкретная выработка, особенно во втором цилиндре. Вот тут, конечно, вот слышите, аж как. Особенно во втором цилиндре, конечно. Потертый. Да, при капиталке это все надо уже вычищать, вымывать, а пока лучше не трогать. Цепочка тоже немножко потянута. Угол, получается, ушел где-то градусов на 5 распредвала относительно коленвала. Он, кстати, меткий. Сфокусируй. Вот это выставлено четко. Видно, не видно? Да, я сейчас сам метку не смотрю. Должно быть. Ну, короче, там градусов 5 в запаздывании сейчас шкив стоит. Это четко выставлено по... Распредвал четко стоит в МТ, а коленвал уже ушел в запаздывание из-за расписанутой цепочки. Кто там скажет, что при таком ремонте надо менять... Будет ставиться два новых клапана, да, что при таком ремонте надо все седла перерезать, ставить все новые клапана. Значит, что я вам скажу, что если есть где взять абсолютно нормальные запчасти, то, конечно, и нормальный инструмент, которым можно это пререзать. Конечно, можно все это перерезать, поставить все новые клапана, но вы должны быть уверены, что они будут качественными. Потому что вот это вот, вот это вот, отходило очень много тысяч, много лет на разных бензинах и не прогорело пока еще. Как ни странно. А что вы сейчас купите, ну, это дело такое, как повезет. Реально может через 10-20 тысяч у вас кладом прогореть, потому что сейчас такие бракоделы есть, что, ну, просто капец. Так что то, что сломалось, то, что прогорело, реально уже не подлежит никакой притирке, я считаю, то лучше менять. То, что еще относительно как-то себя нормально чувствует и притерев его, оно будет герметичное, лучше его оставить. Ну, это мое мнение, там сами делайте, в принципе, как хотите. Ну, значит, дальше перетираем, засухариваем, кстати, вот, не снимает оси коромыслов, можно как и засухарить, так и рассухарить. Тут, ну, покажи, доступ, доступ везде есть, никаких проблем, ни с притиркой, ни с чем. Единственное, тут пришлось в некоторых местах покручивать вот эти шпильки, крепления крышки, клапанные крышки, ну, это не проблема, я считаю, по сравнению с выбиванием вот этих штук. Так, дальше трем, тут особо ничего интересного, потом будем собирать, наверное, покажу какие-то моменты. Ну, естественно, пуск, естественно. Первый пуск этого двигателя. Регулируем клапана, устанавливаем под пятнички, значит, в чем смысл? Регулируем мы в два захода, получается, первоначально, сейчас вам покажу, какие клапаны, поставлю под пятник, изначально выставляем в МАТ по метке, вот она сейчас снизу уже, тут у меня провернула 180 градусов, совмещаем вот эти две метки, и у нас получается один-два клапана, в первом цилиндре впускной и выпускной, во втором цилиндре у нас регулируется впускной, и в третьем выпускной, это один заход. Второй заход провернули на 180 градусов, метка, от которой идет зарубка на распредвалу, у нас она вниз ушла, а наверху у нас стоит вот этот фиксирующий штифт, покажи его, вот так вот совместили. Теперь мы можем регулировать два клапана в четвертом цилиндре, выпускной в третьем и выпускной во втором. Так, ну ставим зазоры везде по 0,15 мм, тут ничего такого сложного нет, вставляем, тут мне такую только штуку классную подогнали, короче, для регулировки. Всегда мучался там всякими плоскоупциями, еще струбциной вот это иногда делал, но сейчас у меня есть супер приспособа, сейчас я вам ее покажу. Вот это вот специальная штука для регулировки москвичевских клапанов, вот так вот берете и выставляете. Делаем так, чтобы щуп ходил плотненько, но его там не закусывало. Так, зафиксировали, теперь берем, поджимаем гаечку, придерживаем, и только она зафиксировалась, в принципе уже дальше регулировочный болт не пойдет, можно оттянуть, смотрим, видите, она даже не крутится, только контргайка. Тянем и проверяем окончательно зазор, есть, щуп не зажало, и он не прослаб. Так, еще раз проверим. Ну, собственно, и все, он легко вставляется, но при этом не болтается. Итак, все клапаны. В общем, собрали, как всегда, все в спешке, поэтому полностью снять, ну, как бы этот процесс не получилось, хоть даже мы уже и втроем работали, но все равно, как-то все втроем задействовали, вот как-то так, отрывками. Ну, в принципе, что тут интересного произошло, что получилось. Первый раз перебрали головку, не снимая осей карамысел. Конечно, тяжело вытащить распредвал, но на руки, наверное, со сниманием этих осей гораздо было больше. Раз. Второе. Как бы почти все клапаны остались, только, как я уже говорил, поменяли только два. Все остальные оставили стандартными, потому что, ну, их качество гораздо лучше, чем то, что сейчас можно купить. Просто уже два клапана там пришли в полную негодность, полностью погорели, и их там уже притирать, ничего с ними там не было смысла делать. И еще один момент, убрали все эти прокладки, этот бутерброд, поставили одну нормальную, самую обыкновенную прокладку, и что получилось? Помимо того, что цепь уже была растянута, и меточки чуть-чуть были смещены, получается, головка стала еще ниже, и метки уже сместились градусов на 10 по коленвалу, то есть смещение довольно-таки сильное. В дальнейшем сюда придется поставить типа разрезную шестерню, как я уже показывал, которую я делал, просто распиливая отверстие на стандартной шестерне, она будет поправить фазы газораспределения, это раз. Второе. Борщневая, я уже показывал, там было немножко уставшее, сейчас это еще вылезло, потому что головка стала герметичной, и начала больше переть картерный газ, но это всегда так. Что? Ну, попробую сейчас его завести вам. Так, попробуй. Димите, не обращайте внимания, это выгорает, там поразливали масло на коллекторах, на коллекторах. На втором и третьем цилиндре была большая выработка по гильзе, и они вот на холостых оборотах, если снимаешь провод, меньше всего дают вклад к падению оборотов. Только чуть-чуть приподнял обороты, сразу сдерживаешь, сразу чувствуется. Ну, это как бы стандартно для немножко пониженной компрессии. Ну, так-то, собственно, на этом все. Надо будет, ну, раз прогреться, и потом подтянуть, подтянуть головку и отрегулировать еще расклад, по-моему. Ну, там, собственно, все. До скорых встреч.